Говорят, что аппетит приходит во время еды, во время праздничных застолья. Это особенно актуально, ведь меру нужно знать во всем. Какой вред мы наносим организму, если она не соблюдается, найти другие вопросы, нам ответит наш гость, врач гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра Наталья Томилина. Здравствуйте. Доброе утро. Ну а говорим о праздничном столе, я думаю, имеет смысл начать именно с напитков. Вот вы как врач, что посоветуете? Вот все-таки можно газировочку или нет? Из-за отогонки. Или морсики, да. Все-таки мы, как врачи, не рекомендуем газированные напитки, тем более стол достаточно обильный, праздничный, поэтому лучше это, если будут компоты, морсы, ну в крайнем случае это соки, да, потому что они очень сладкие, содержат много клетчатки, минеральная вода. Компоты, морсы, я так понимаю, лучше домашние все-таки. Лучше, конечно, домашние. Ну смотрите, а салаты, на каждом столе их тьма, и как правило у нас в России любят заправлять майонезом. Это да. Вот скажите, как врач, майонез действительно опасен для нашего желудка, нашей печени, для нашего организма в целом? Конечно, майонез это, так скажем, еда, которая, в общем-то, не показана нам, да, мы не должны это употреблять. Но праздничный стол без майонеза, наверное, никак, и поэтому по всем должна быть умеренность. Поэтому если салат, если есть возможность заправки другие какие-то, то это лучше растительное масло или какие-то соусы. Сметана не жирная. Вот сели за праздничный стол, как можно уменьшить нагрузку на организм? Может быть, салаты стоят их первыми съедать? Нет, в целом лучше сделать, наверное, так. То есть всегда мы говорим о том, что питание должно быть лучше понемногу. То есть если вы хотите все попробовать, то лучше понемногу всего. Самый главный совет, друзья, запомните, это очень важно. Вы знаете, есть такая у наших российских любителей застолье, они, например, сейчас посидят, поедят, потом через некоторое время. Это тоже мы вредим тем самым нашему организму? Наверное, в этом случае, наоборот, это будет лучше. То есть если лучше вначале сели, да, немножко поели, потом попозже, то есть это будет наилучшим вариантом, чем за раз уже большой объем пищи принимать. Скушали по салатику, наступает момент, когда хозяйка заносит горячее. Вот тут-то, я так понимаю, тоже нужно быть осторожными, особенно с жирным мясом, да? Да, жирное мясо не рекомендуется, но все-таки, я так понимаю, наше население в последнее время, как заметишь, и индейку готовят, и курицу готовят, кролик, говядина, телятина. То есть то, что не жирные сорта мяса, ради бога, в любом виде готовьте. Конечно, лучше не жарить это пареное или тушеное, но кому как. Ну, мясо с этим понятно, с салатами понятно, а что касается фруктов, ведь даже вроде бы на первый взгляд они безобидные, но несут-то они тоже в себе угрозу. Надо, тем более вот мандарины, их же у наши русские люди просто обожают, скажите, это действительно так? Ну, все зависит от того, сколько вы этих мандарин съедите. То есть если это будет умеренная еда в плане того, что 1, 2, 3 мандарина, да, это никакой роли на ваш организм не окажет. А если это, конечно, килограммы, как мы любим кушать, это и окажет воздействие на желудочно-кишечный тракт, в том числе, в первую очередь, на желудок. То есть кислотность повышается при этом, поэтому не очень рекомендуется. А другие фрукты, те же бананы, да, которые можете употреблять, ну, не то чтобы не в ограниченном количестве, но, по крайней мере, умеренно так же. Не очень рекомендуем виноград, потому что он сам вызывает сдутие в животе, и как бы он может способствовать всем процессам брожения в животе, да. Знаете, я хочу уточнить, то есть, смотрите, мы сразу говорим, нужно быть осторожны с цитрусом, грейф, фрукты, пельтин, мандарин, а с виноградом, какие еще у нас под вопросом фрукты? Яблоки. Яблоки. Потому что они тоже так же, как и виноград, вызывают процесс брожения. А каким мы говорим, welcome, кушаем на здоровье, бананы? Бананы, можно хурму, да, но тоже не переедая. Ну, в целом, а что у нас еще есть? А на нас, да, тоже в небольшом количестве проблемы не окажут никакой. Вы знаете, до нашей встречи мы с коллегами бурно обсуждали и спорили на тему того, вот стоит ли поступать так, как поступает у нас добрая, наверное, половина страны. А как нам больше? Когда 2 января, еще и 3 января, это все доедается великолепно. С одной стороны, вроде весело, а с другой для организма. Вот как это? Еда, конечно, должна быть свежей. Если это второе, да, то что-то приготовленное возможно, потому что это подогревается, а салаты все-таки не рекомендуется употреблять на следующий день, потому что заправки ухудшают качество этих салатов. А знаете, я хотела бы еще уточнить насчет десертов, если маловажно, на каждом застолье есть самая приятная минута, когда выносят вкусности. Вот, что бы вы порекомендовали хозяйкам готовить на десерт? Даже не то, что хозяйкам, а что для организма менее? Да, что? Вот эти торты? А, напоминаем, до этого уже в нас салат, мясо, уже колбаска, уже картошка, селедка, тузу. В любом случае, это какие-то такие десерты легкие достаточно. Это, ну, наверное, типа там... Желе? Желе, как они называются? Чизкейки, они же получаются. Чизкейки легкие, да, и, ну, может быть... Может быть, безе. Да, безе, вот это я так понимаю. То есть вот в этом плане легкое должно быть. Ну, и в завершении беседы уже, естественно, праздники прошли. Их у нас будет много, не только в январе, вообще во всем году. После праздников, как нам восстановить организм, печень, желудок? Может быть, что-то пропивать, может быть, водичкой какой-то? В любом случае, если у вас какие-то возникают проблемы, самостоятельно мы не рекомендуем принимать какие-либо лекарственные препараты, потому что каждый препарат имеет свои показания и противопоказания. Вы не знаете, что в вашем организме творится, поэтому нужно обратиться к доктору, и он вам назначит, что необходимо. Спасибо большое за встречу, и хорошего вам дня. Главное, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо большое тоже. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.